осталось доготовить под грунт последние последние так сказать деталь ушки от инсигнии то у нас два лопушка они уже все в пластике и крышка багажника тоже смотряночки там жучки поработал но сейчас не буду ворочатую показать вот одно место было шпатлевание но все в принципе сегодня над грунтуется и сейчас я начну перетирать грунт все-таки решил я покрасить отдельно крышу и покрашу отдельно капот возможно еще докину какие-нибудь мелочевки там ручки что-нибудь такое вот чтобы холостую так сказать не 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 гонять так значит по грунту он видны там пятнышки все-таки третьим слоем я везде заблажь подлевочка подлил чтобы дать себе зазор на шлифовку по шлифовке повторюсь не знаю же в какой раз значит по инструменту колодочки соответственно руписовская очень кайфовая вещь уже давно я и работаю все кто ищет для себя вот такой длинный рубанок там для капотов для плоскостей каких-то больших да даже и для маленьких я почти везде его сейчас применяю сейчас он работает намного чаще чем даже вот это вот маленькая тремовская колодочка значит вот эта связочка 2 по абразивчикам 240 будет работать у нас только на местах где было шпатлевание подрезаем формочку все выводим четко дальше вся крыша 320 и на машинке с мягкой подложкой для машинка пятерочка значит 320 понижаем риску направленную 320 и заканчиваем 400 кай цвет черный поэтому 400 ки будет достаточно и еще значит попробую я уже показывал в инстаграме пришли мне на тест вот такие эти новые абразивы от мирки новостары 400 у меня есть и 600 к есть попробую ими поработать сравнил их опять же по своим личным ощущениям с абразивом которому я уже давно отдал предпочтение вот именно в шлифовке грунта в мотовании чего-то это вот такому трему это вообще но это топчик цена у него конечно не маленькая но отрабатывает он ее на все 200 процентов вот попробуем сравним сразу же по ощущениям само абразивность да мне кажется что она погрубее на порядок погрубее это у нас четырехсотка если его сравнивать с тремом четырехсоткой но посмотрим как он будет оставлять риску везде труднодоступные места будут дошлифовывать вот этим новостаром 600 очка и заодно посмотрим вот но на черном цвете конечно это не настолько критично но попробуем на короче вот на этой машинке там пришло мне но большие вот эти по 2 штучки по моему три того три того но вполне недостаточно будет на весь объем вот этого автомобиля потестирую выскажу свое мнение вообще как как работает насколько долго примерно разница в цене у него по моему в два раза он дешевле чем 3м но посмотрим как будет работать кстати к нему подходит вполне вот это вот 3 маска такая подложечка которая вот для этих абразивов поэтому кого есть и кто решил поменять то есть без проблем все на нее клеится все на ней держится хорошо ну то есть не оторвать даже одной рукой поэтому ну пока ничего говорить не и выводов никаких делать не будем посмотрим процессе работы покажу на расчет посмотрите на меня как я тут буду корячиться на крыше вот так что полезли перешлифовывать игру а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И так грунтовал крышу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот Все значит крышечка готова Обклеена Сейчас осталось только обезжирить Риска 180 на машинке На металле Сейчас нанесу В один слой Эпоксид Вот такой 630 Дадим еще слоечку Потом значит Тут еще два Два зеркальца На зеркала Нанесу Вот такой 610 Грунт для пластика Ну и потом Все это дело Соответственно Загрунтуем 640 Все так же Вот Все ладненько Эпоксидник уже развезем Сейчас только обезжирюсь И буду грунтовать А и заодно сразу Пока эпоксидничек Я тут подгрунтую Максимка тут обклеил Ну сейчас я подверну аккуратненько Вот здесь вот Были такие скольчики Тут по-моему А тут пластик стоит Видно натирала Чуть я вот их растер Сейчас тоже подгрунтую Так Ну буквально Факелом в точечку И заодно Простирчик этот Все Поехали Все отгрунтовано Зеркала Тут у нас висят Крышечка Значит Ну как обычно Все стандартно Везде два слоя Место шпаклевания Три Так Тут То что я показывал Вот эти расшлифованные Участки Эпоксидничком Чуть-чуть подул Все равно Тут потом протирочки Баллоном пройду Вот Значит Сейчас Сейчас уборка Спрашивают Многие спрашивают Как Красишь там Мусор Не мусор Ребята Мусор есть В любом случае Везде Независимо Даже в той же камере Какая бы она топовая Не была Все равно Откуда-то прилетают Мусоринки Где-то может с нас Где-то Ну откуда-то Они есть В любом случае Да в гараже Их соответственно Больше Но Без полировки Как бы Ну я видел таких товарищей Которые дают Машине без полировки И на это смотреть Прямо скажем Больно Ну как бы у каждого Свой подход к работе Поэтому Поэтому как-то так Вот Уборка Ну вполне банально Все Короче Подметаем Выметаем Выдуваем В идеале Конечно Как я для себя Уже понял Делать уборку Допустим В один день Вот вечером Да Сильно я Водой тут ничего не заливаю Так пол И то с бутылки Чуть-чуть Просто Ну как бы Что по пылу садился Да И какой-то там Лишний мусор Не летал В воздухе Вот То есть Делать уборку Скажем С вечера Оставляем Помещение На ночь Вся вот эта пылька Которая во время уборки Начала летать Она садится Все Когда полы Чуть-чуть Скажем Смочены Вот Но опять же Сильно мочить не надо Потому что Автомобиль у нас Стоит здесь же В гараже И все равно Это сырость Если есть Если есть Где-то протир Открытый метал Лучше В идеале Вообще Это все Закрывать Даже Перед Какой-то Влажной Уборкой Вот Чтобы Ну Чтобы Не было Вот этого Процесса Не начался Окис Ржавение И так далее Вот Значит Оставили Все Постояло И на следующий день Там С утра Там Ну Не знаю Кому Кому Как Получается Пришли Обклеились Сильно Пыль не гоняем Вот Уже Должно быть Все Обдуто Я имею ввиду Машина Все там Скрытые полости Там Замочки Не замочки Отверстия Вот Обклеились И покрасили При таком Раскладе Мусора Значительно Меньше Так как Я буду Делать Сегодня То есть Я сейчас Убираюсь И сегодня Крашу Мусорка Будет Побольше Я это точно Знаю Но Времени У меня Нету Тупо Выждать Сутки Чтобы Это все Селось Полировка В любом Случай Будет Да придется Чуть побольше Популировать Там Поубирать Мусоринки Но От этого Никуда Не деться Вот Как то так Все короче Сейчас Все обдуваю Вымываю Подметаю И Там Встретимся Перед покраской По обклейке Тут тоже Особо Ничего интересного Будет Но если что то Будет То покажу Все Погнали Друзья Все готово Сейчас будем Красить Будем красить Вместе Давно Не снимал Так Формат Прикольный Поэтому Продолжим Значит Все обклеено Обезжирено Осталось только Пройти Антистатиком И потом По протирчикам Сейчас поговорим Об этом Все клеил Значит Как обклеил Обклеил Вот в это Ребро на стойке Чтобы потом Там не получилось Острых границ Которые будут Очень такие Некрасивые Потом При второй покраске Покажу Как я обойду Этот момент Здесь В ребрышко Когда будем Перешлифовывать Стоечки Ребрышко Уберется На раз-два И все будет Отлично Так Значит Здесь Как-то Вот так Все Здесь Сейчас По протирочкам Пройдем Баллоном Ну И с той стороны В принципе Все так же Капотик Тоже Закрыта Вся внутрянка Скотч Отвернут До герметика Здесь Тоже Надо будет Подбаллонить Так По поводу Баллончика Баллончик У нас Будет Вот такой Темно-серый 620 Ванда Отличный Баллон Я уже По-моему Про них Говорил Два Сменных Сопла Идет В комплектике Ну Вот Я сейчас Под факел Одел Ну Все В принципе Больше Тут Ничего Никаких Чудес От него Ждать Не стоит Обычный Хороший Рабочий Баллон Значит База У нас Подборная Со стойки Тоже Ванда Пришла Ко мне Соответственно Густая Развел Ее Стандартным Разбавителем Который Дет Во все Абсолютно Продукты Это Линейки Разводится Два К одному Ну Сейчас Просто Намешал Так Запасом Полтора Литра Получилось Разведенный Пистолет Все Стандартно За 1.4 Все Еще До сих Пор Вот У кого Есть 1.3 Благодарен Так Ну И по лачку Сразу Наверное Покажу Лачок Будет 860 Но 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 Одно Но Хочу я Попробовать Его Нанести В два Слоя Полноценных Я всегда Им работал В полтора Даже Не в полтора А в 1.25 А пыл Сразу Залив Сейчас же Хочу с ним Поработать В два Слоя Посмотрим Как он Себя Покажет Кипит Не кипит В камере Однозначно Он не кипит Все Мы там Проверяли Все Отлично Посмотрим Как В условиях Вот таких Спартанских Не спартанских Но какие есть По этому поводу Посмотрим Все В принципе Сейчас Одену камеру На голову Покрасим Вместе Сейчас Тут Все Сделаем Я уже Салфеткой Прошелся ну все такого слоя будет достаточно так а спереди у меня там нету протира тут есть но его на сюда не полезу или подшикаем почему нет чуть-чуть вот так сейчас дадим чуть посохнуть я пока налью базу и продолжим капот пока салфетка проходить не буду потому что на него сядет опыл перед тем как наносить базу тогда и пройду все одеваем масочку погнали давление 1 и 5 подача факел все открыто полностью на все еще по поводу покраски крыш зачастую вижу что начинают красить середина пошел на себя ну как-то тут если чисто крыша и потом с другой стороны также это я считаю в корне неправильно потому что мы середину уложим базу туда полетела пыл пускай даже пока капля мокрая пока ты тут докрасишь туда перейдешь она уже будет сухая ты будешь уже ложить базу в ежик но не знаю как бы я крашу всегда начинаю от сюда но сразу торцы и начиная с этой стороны и пошел в ту сторону получается везде равномерный мокрый слой и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok